Этот отряд называется Мастергрейд. Просто в Мастерграде есть команда, причем женская. Теперь, когда уроки закончились, есть возможность больше времени уделить спорту. Для юных баскетболисток организовали школьный лагерь. Впрочем, записаться могли не только спортсменки, но и все желающие. Смена длится с 1 по 27 июня. Утром у нас зарядка, потом мы завтракаем, потом у нас тренировка, потом культурное мероприятие, выезды по территории Пенского края. Еще мы совместно работаем с нашим новым бассейном, рекорд, ходим в бассейн. А были такие, кто пришел из обычных учениц Мастерграда, они вообще не умели играть в баскетбол? Да, конечно. Это и есть наша задача учителей, тренеров, детей, дать какие-то минимальные спортивные навыки, то есть баскетбольные. Еще больше ребят посещает архитектурный лагерь. Многие знают, что Мастерград – это школа урбанистики. У нас есть архитектурный отряд, ребята будут создавать арт-объект. Сегодня ребята на выезде, а уже завтра начнут создавать и работать в мастерских. Арт-объект посвящен Красной книге Пермского края, вымирающим животным. Арт-объект украсит набережную в Закамске. Туристическая романтика. Правда, вместо песен у костра звучит соната Паганини, ну а место действия – библиотека. Для школьников, увлеченных экологией, в Перми организован эко-лагерь. Ребята участвуют в конкурсе «Перь мастерская будущего», защищают проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды, а заодно получают новые знания. Вот, например, лекция о стрит-арте. Как тебе задумка вообще? Лагерь в городе. Классно. Потому что летом делать нечего, за город уезжать не хочется. Почему бы не побыть здесь? И вот уже расслабились, и можно спокойно получать все знания о стрит-арте, об искусстве, об экологии. Я до этого вообще не знала, то есть стрит-арт, да, то есть все тонкости, то, что вот как художник, допустим, видит, да, вот мне это было очень интересно. То есть как мыслит творческий человек, потому что я музыкант, но вот, допустим, в ИЗО я вообще никак, и вот мне было очень интересно послушать. А это из Кунгура возвращаются ученики гимназии номер пять, да не с пустыми руками, а с сувенирами для родителей. Мы ездили в Кунгур, и там был мастер-класс. И нам рассказывали, как сделать вот такую фотографию в старинном стиле. Ребята посещают летний лагерь «Дружба». И путешествия – это только малая часть их программы. У нас лагерь уже 20 лет существует при нашей гимназии, ну, при нашей школе раньше было это. Лагерь английский, мы занимаемся английским языком. Сейчас мы готовим к постановке спектакль по книжке Мэри Поппинс на английском языке. Сегодня каждая школа старается удивить. Ребятам предлагают самые разные смены от туристической до журналистской. В 132 образовательных учреждениях Перми открыты детские лагеря, которые каждый день посещают школьники. Всего 12 тысяч ребят. Для них лето в городе точно не будет скучным. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...